Я с удовольствием приветствую вас здесь у нас в стенах Дома Российского Исторического Общества и преддаю вас за то, что вы сохранили архив своего отца, выдающегося советского военачальника Марсила Диона Яковлевича Малиновского. Ваш отец, мы знаем, человек удивительной судьбы, он прошел дорогами Первой мировой войны в составе русского эдитонационного корпуса. Пожалуйста, из двух гражданских, России и Испании. Мухи, конечно же, принимал участие и защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны. При этом он понимал, что принимает участие в событиях исторической, большой исторической важности, большого исторического значения, и поэтому собирал их документы, дневники, делал фотографии. И, по условию, этот архив – это наше большое достояние. Еще раз вам большое спасибо. Я хочу вас поблагодарить за то, что я имею возможность показать крошечную часть своего архива и вообще привлечь внимание к семейным архивам и таких семей, и, собственно говоря, каждой семье, потому что хранятся иногда совершенно удивительные вещи в самых отдаленных уголках семьи, в самых отдаленных уголках нашей страны, где живут семьи тех, ну, например, тех участников русского экспедиционного корпуса. И до поры они никому не ведомы. Вот часть папиного архива составляют как раз такие вещи, которые ему прислали после того, как стало известно, что он был в корпусе, что вот эта страница жизни людей, там воевавших, она реагитирована с его участием. А вы помните, что в наших личных листках была такая графа, участвовали в боевых действиях зарубежных иностранных армий и так далее, а это была иностранная армия французская, и они были солдатами русского подразделения французской армии, но потом очень многие были в иностранном легионе, и вот эта страница тоже очень интересна. И вот это стало известно после того, как была поездка на высшем уровне встречи в Афранции в Париже, и вот эта газетка, и вот этот снимок, это Хрущев, Гарамонка, Папа, это они в той деревеньке, в которой жили одно время солдаты корпуса, и вот эта старушка, она тогда была молода, она служила в таверне, подавала им кофе, и вот после... Такая комментированная отец конференции, купление на улице в Париже. А потому что это было абсолютно... Вот экспромтом сделано вот это поездка, у них выдался свободный день. Ваш отец еще в Гарамонке. И вот после возвращения из этой поездки журнал «Огонев», который у нас читала вся наша необъятная Родина, напечатал об этом большой очерк, и Папе стали писать. Те, кто служили когда-то в корпусе, причем прелестные песни начинают со словами «Привет тебе, месье Малиновский, мой однополчанин и товарищ незабываемых лет». И дальше идет рассказ. Огромный рассказ. На три толстые тетради или на покороче. И вот это совершенно драгоценные человеческие свидетельства. И вот сейчас как раз у нас уже начата работа над книгой документального жанра, где хотелось бы поместить вот эти человеческие свидетельства. Это очень врослый в перешних исторических тенденций, когда вот инфра-история, микро-история подается вот через человеческую жизнь, через конкретные личные воспоминания. И рядом документы. И если вот у нас есть письма, вот в довольно большом количестве, то с документами немножко сложнее, и они находятся в архивах. И доступ вот нашей такой компании, которая работает над книгой, он немножко затруднен. И нам бы хотелось вашей помощи. Возможно, скажи, пожалуйста, это просто так сказать. Да. Дело в том, что он... Это не дневник. Он, вернувшись из этой поездки, начал писать роман. Это вообще такая авантюрная натура. Талатливый человек. Понимаете, ну когда человеку уже не молод, ему, в общем, 60, он министр обороны, и он в 60-м году начинает писать роман. Роман этот... Вот примерный план набросок. Ничего себе примерный план набросок без единой помадки. В этом возрасте он подошел к рассвету. Роман этот опубликован со всеми моими комментариями, сетейсловиями и так далее. И этот тоже вот будет материалом для нашей... Так он для нашей той книги. Но роман романом. А вот это совершенно драгоценная вещь. Вот эта пьеса, которую он написал по возвращении, она, конечно, такая юношевшая, естественно, неумелая, но он ее сохранил как память вот о том времени. Действующие лица читают. Петр Степин, Жорко, Иван Боденко, Кочубей. Вот эта пьеса о том, что происходило в корпусе. Там же драматическая история. Восстание в Лапуртине, подавление восстания, очень трудное их возвращение. Но вот это тот же каллиграфический почерк. Поразительно, да. И вот эта вот самая такая старинная часть архива, а вот эта книжечка, которая была издана в год рождения, это первое, что он купил во Франции. Потому что он немножко уже знал язык. Он брал уроки французского языка, когда был мальчиком на побегушках в Лапуртине. В общем, разговорник. Да. Из Панны Французской. А это будущее отбрасывало свои тюрьмы, потому что через 20 лет была уже гражданская война в Испании. У меня, по сути дела, почти готова книга, тоже документальная, об испанской войне. Испанская тема у меня особенно близка, потому что я испанист. В общем, я не историк, у меня совсем другая специальность. Я перевожу испанскую классику и пишу. Ты же стали хорошим историком. Да, я не стараюсь. Я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы передали эти документы в Российское историческое общество. Копии документов будут размещены на сайте Российского исторического общества. Но знаю, что архивы гораздо больше, чем то, что представлено здесь. Я предлагаю вместе к Дню Победы оставшиеся архивы разместить на выставке, на какой-то историко-архивной выставке. Это замечательное предложение. Я с удовольствием это сделаю. Вот здесь как раз у меня документы, касающиеся войны. Документы немецких штабов и их взгляд на Никопольскую операцию. И поразительно интересные документы, которые в той папке, в которой я хотела бы вам подарить эти тексты. Там есть один текст, такое взаимное познание врага. Инструкция немецкая, как нужно вербовать наших пленных в Владцевскую армию. И их психологические портреты, методы вербовки. И папиной рукой, соответственно, познание врага. Мою особую папку. Вот этот грех, мою особую папку, очень значимый. Ну и я с большим интересом тоже сам посмотрю эти и другие документы. А сейчас приглашаю вас. Давайте посмотрим и откроем листовку, которая посвящена оборонно-промышленному конкурсу России. Еще раз вам спасибо.